Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня мы начинаем возрождать желтую империю муравьев Лазиус Флаус. В этом выпуске я покажу вам свой новый формикарий мир и мы заселим в него семью этих обалденных муравьев. Но это необычная семья, в ней бок о бок живут сразу две матки. Ну что, поехали! Спонсор сегодняшнего видео интернет-магазин Собервижн. Там вы найдете все формикарии, которые я сам использую для содержания муравьев и многое другое. Ссылка в описании. Итак, ребята, я очень хочу возродить желтую империю муравьев Лазиус Флаус. Вы спросите, почему? Да вот почему! Они просто неотразимы. И эти муравьи уже пришли ко мне примерно месяц назад. Но это необычная семья. В этой семье живет сразу две матки. Это даст очень хороший старт этой колонии. Не исключено, что в дальнейшем муравьи оставят только одну. Ведь у флаусов все-таки моногония. В любом случае, в семье останется только одна матка. Посмотрим, когда это случится. Пришли они ко мне в хорошем состоянии. Все были живы и здоровы. После моего увлажнения при закрытой крышке в формикарии царила жуткая влажность. И я решил убрать крышку. Это привело в течение недели к чрезвычайно быстрому высушиванию гипса и гибели половины колонии. Погибших муравьев никто не думал выносить на арену, и они все покрылись плесенью. Семью требовалось немедленно пересадить. Для их нового дома был выбран формикарий Мир. Это не просто муравьиная ферма. Камеры гнезда имеют форму карты континентов земного шара, который окружает океан. Заселение начинается с Северной и Южной Америки. Далее стоит перемычка, которая легко сдвигается и задвигается без извлечения из формикария. После того, как муравьи заселят всю Америку, им можно предоставить совершить межконтинентальное путешествие в Африку, Евразию и Австралию. После полного заполнения формикария имеется выход, куда в дальнейшем можно подключить дополнительное гнездо. Для увлажнения используется Антарктида. Фактически, она поделена на три камеры, которые увлажняют Южную Америку, Африку и Австралию, в которых имеется гипсовый пол. На арене формикария я сделал стандартный декор, используя набор из нашего магазина. Скалы в пустыне. Процесс декорирования я не стал снимать. Посмотреть его принцип можете в одном из последних видео. Подсказка у вас на экране в верхнем правом углу. Кстати, напишите комментарий о том, как вам новый формикарий. Как я уже говорил, медлить было нельзя. И я, после окончания всех подготовительных мероприятий, приступил к переселению. В основании старого формикария я вырезал отверстие и выдавил оттуда гипсовую основу, которую вместе с муравьями поместил на арену. Я увлажнил Антарктиду и оттуда вода попала на Южную Америку. Далее затемнил Америку, чтобы муравьи быстрее смогли облюбовать новое гнездо. Блазиус Флаус в привычной себе манере не торопились покидать свой старый дом. У меня вообще складывается полное впечатление, что они скорее умрут, чем начнут поиски нового дома. Вместе с тем, около пяти муравьев все-таки нашли заветный вход. Но они так и сидели там, не пытаясь предпринять попытки по переносу расплода и маток в новый дом. Поэтому я аккуратно попросил с помощью кисточки одну матку проследовать в свои новые покои. Оставшихся муравьев я решил не беспокоить и оставить в покое. С утра все оставшиеся муравьи вместе с одной маткой переместились под старое основание формикария, что позволило мне убрать его с арены. Муравьи стали прятаться под ближайшими камнями. Но к вечеру я не нашел ни одного муравья на арене. Все они вместе с расплодом разместились в Южной Америке. Тут и находились две матки. Расплода, конечно, у них гора и маленькая тележка, а было еще больше, но, видимо, от нехватки ухода часть личинок погибла. Когда семья флаусов немногочисленна, муравьи крайне нежелательно, хотят куда-либо перемещаться и не предпринимают особо попыток по поиску пищи. Поэтому я решил поставить тарелку с сиропом прям сразу после входа в гнездо. Тут они все-таки нашли сироп и принялись потихонечку его пить и приносить остальным членам семьи. По мусору пока не знаю. Мне кажется, какая-то часть все-таки осядет в Северной Америке и не будет выноситься на арену, но по мере роста семья эту проблему решит. Начинаю их активно кормить сиропом и белком, чтобы они могли быстро и беспроблемно развиваться. О всех новостях я буду вам сообщать. А на сегодня все, ребята. Совсем скоро будем заселять муравьев в природный фармикарий, запускать новый проект «Таинственный остров» и еще будет много чего интересного. Поэтому не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Скоро увидимся. Всем пока!